Добрый день, дорогие читатели! Эта тема, я думаю, самая важная. Сейчас положение на планете серьёзное, и очень многое зависит от того, насколько мы можем меняться и соответствовать новым условиям и новому времени. Итак, принятие судьбы и её улучшение. Сначала простая вещь, простая информация. Для того, чтобы улучшить судьбу и изменить её, нужно научиться её принимать. Пока у нас есть неприятие судьбы, об изменении говорить не приходится. Принятие судьбы, вообще-то, эта тема достаточно долгая. Я думаю, это не нужно ни одну практику делать, в этом плане ни одну лекцию. Но для начала вещи элементарные. Что такое принятие судьбы? Это принятие будущего, принятие настоящего, принятие прошлого. Это умение энергию направлять не на недовольство, не на разрушение, а на созидание. Для того, чтобы что-то изменить, нужно это принять. Для того, чтобы человек изменился, чтобы его воспитать, сначала нужно его полюбить и принять. Потому что изменение – это есть разрушение. А когда мы чего-то не принимаем, то у нас изменений просто не получится. Измениться может только тот, у кого есть точка опоры, выходящая за пределы его человеческого я. Это чувство безусловной любви. Это наше высшее я. Но для того, чтобы настала реальность, нужно, соответственно, себя вести, и, соответственно, относиться и к людям, и к себе. Это важный момент. Мне часто пишут письма о том, что у людей, которые почитали книги, изменился характер, изменилась судьба, изменились... Вообще очень многое в жизни изменилось. Многие нерожавшие родили. То есть измениться можно, оказывается. Хотя психологи считают, что изменения невозможны. Но и все больше специалистов говорят, измениться человек не может. Все, он изначально такой. И они правы. Без понятия любовь, без понятия веры, безусловной любовь. Изменения невозможны. Только косметические. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok